Ну что ж, ребятки, всем привет! В этом ролике я вам расскажу про свою новую семью. Да, я ушел с одегамовых и создал новую, полностью с нуля, свою семью, о которой я вам сегодня расскажу, покажу, расскажу, как ко мне попасть в мою семью, расскажу, какие у нас уже есть улучшения, покажу автопарк, особняк там и так далее. Поэтому от вас хочу увидеть максимальную активность. Ставьте лайки, ну и, конечно же, подписывайтесь на канал. Вся информация есть в описании под видео. Ну и, конечно же, ребятки, не забывайте вводить мой промокод. Он работает на любом сервере проекта Амазинг Онлайн. То есть на любой сервер заходите, можете ввести ему промокод, за который вы получите денежку. Хочу, кстати, сразу ответить на вопрос, потому что многие уже знают то, что я создал Фому, потому что это было на стриме там и так далее. И многие спрашивают, типа, ты там с Максимом поссорился, с одегамом поссорился? Нет, я ни с кем как бы не ссорился. То есть мы с ними нормально общаемся, сидим в дискорде там и так далее. То есть, ну, ничего, в принципе, по общению у нас не поменялось. Для чего я вообще создал новую семью? Я хотел сделать открытую семью, а Максим этого не хотел. Я предлагал это сделать два раза. Максим отказывался, поэтому я решил то, что будет проще и лучше создать уже свою семью и уже саму ее развивать и делать то, что я хочу. Мне как бы было скучно. Мало кто сейчас играет в одегамовых. Ну, сейчас уже побольше, но до этого вообще практически никто не заходил. То есть мне реально было скучно, я хочу там ездить на ВЧ, воровать, ебать, военные КамАЗы. Ну, короче, хочу суету делать вместе со своими подписчиками. Я себе не забрал фууму, потому что Максим туда донатил. Он давал деньги на особняк, то есть он туда вложил больше сил, денег, чем я. То есть она была всегда на мне все эти года. Но я ее полностью ему передал, теперь он ей занимается. Они еще создали транспортную компанию. Я с ними вместе катаю, то есть у нас с ними все хорошо. То есть мы нажимаем информацию о семье, и здесь мы можем видеть то, что семья называется Палханов Медиа. Это временное название, потому что я ничего лучше не придумал. Честно говоря, у кого есть какие-то варианты, можете написать в комментариях. Итак, ребята, что у нас в принципе есть по улучшениям? Как я сказал, то что семья новая, то есть я не покупал там готовую семью. Я ее создал полностью с нуля. То есть я поехал в администрацию области и создал фому. Я не помню, сколько там оно стоило, 4 миллиона. Я точно не помню. Короче, что в принципе по улучшениям? Мы купили в первую очередь доступ, это чтобы не все могли заходить в особняк. Купили увеличенный сейф, гиена, подмога, тяжелые грузы, передачка. То есть ну это такие минимальные улучшения, которые в принципе нужны именно сейчас. То есть передачка это чтобы оружие передавать. Тяжелый груз это чтобы лазить нелегальные грузы, чтобы был склад. Потому что, ну как вы понимаете, склада не было, когда я покупал особняк. То есть подмога это сос кидать. Ну типа если вас там допустим вяжут, можете кинуть сос. И как бы подедут пацанчики из фомы, вам помогут. Гиена, да вы сами понимаете, что это такое доступ. Ну уличный сейф это чтобы туда больше влазило. Мы пока что копим ваучеры на голосовой чат. Потому что без голосовой чат на самом деле очень сложно, очень трудно. Поэтому будем потихонечку копить. Ну нужно накопить тысячу ваучеров, чтобы купить голосовой чат. И да, ребятки, по поводу уступления есть всего лишь три правила, которые вам нужно будет соблюдать. Во-первых, это не попрошайничать. Во-вторых, это получается не проебывать ваучеры. Ну и в-третьих, это просто быть адекватным. То есть вам нужно соблюдать всего лишь эти три правила. И вы будете спокойно находиться у меня в фоме. То есть я принимаю по факту с любого уровня. Просто если вы будете нарушать эти правила, вас сразу будут выгодять. Поэтому я вас заранее предупреждаю, чтобы потом не было каких-то вопросов, недопониманий и обид. Итак, ребятки, давайте я вам покажу особняк. Особняк находится у нас в Батырево. То есть я отдал за него 200 миллионов. Потому что не было больше вариантов. Особняки продавали очень дорого. Там за 300 миллионов, за 500 в Арзамасе. То есть цены вообще были дикие на самом деле. На Тавриде продавали за 200, но его продали как бы. Мы не успели его купить. Тем более на Тавриду, знаете, ездить, возить нелегарные грузы. Это будет очень запарно, очень долго. Очень сложно. А здесь как бы и рынок рядом, и карьер рядом. То есть место на самом деле очень такое приятное. То есть если мы посмотрим на карте. Вот наш особняк, 27 номер, если что. То есть здесь у нас рядом находится и порт, и рынок. Как бы много чего здесь рядом находится. А если мы бы купили на Тавриде, то есть у нас особняк был бы здесь. То есть мне там не особо как бы нравится. Я бы не хотел там особняк. В Рыжевске тоже там продавали особняк. Тоже очень дорого. Короче, цены гнут за особняки очень большие. Прям очень большие. Но все-таки мы нашли варианчик, получается, за 200 миллионов, вот этот особнячок. Да, может быть он не какой-то там, знаете, блатной, красивый там и так далее, но местоположение на самом деле очень хорошее. То есть он, наверное, растет и, соответственно, спрос на них тоже растет. То есть Хоско 70 миллионов, Полканов, Медиа, там туда-сюда. Давайте я вам покажу автопарк, скажу сразу то, что он не очень хороший. То есть он такой, знаете, ну, на первое время, я думаю, хватит, то есть, тем более, я думаю, всех машин есть, особо, я думаю, ну, нахрен не надо эти машины. То есть у нас 2 М5 F90, 2 велосипеда, 2 Шкоды. Конечно, я хренел от цен, получается, на мятную пудру и на релаксы, ну, на релаксы, короче, вы поняли. Там просто, если нерегальные грузы покупать, там очень дорого. То есть патроны, допустим, материалы, адекватный там ценник, то есть 7 тысяч патронов, по-моему, 700 тысяч, то есть это не так уж и дорого. А вот, допустим, вот эти всякие релаксы, вот эти приколы, они стоят очень дорого. Ну что ж, ребятки, я думаю, это можно заканчивать данное видео. Я вам все подробно объяснил, рассказал там причину создания семьи, то есть мне просто было скучно. И я решил сделать свою фаму, уже открытую для всех. Короче, давайте даримся так, то, что я буду принимать от 10 уровня. Я думаю, 10 уровень вкачать довольно-таки можно быстро, чтобы у вас хотя бы что-то было, там, своя машина, хотя бы немножко денег. Чтобы у вас был уже какой-то свой капитал, так сказать, чтобы вы там не попрошайничали и так далее. Потому что, если принимать в первый уровень, я думаю, вы сами понимаете, что будет. Поэтому, ребятки, вся информация есть в описании под видео. Заходите, играйте вместе со мной, можете приходить в мою семью. От вас никто ничего требовать не будет, то есть и нужно будет какие-то деньги там закидывать и так далее. То есть, не знаю, пока что такого не будет, а многие спрашивают, сколько, допустим, ранг стоит, чтобы складом пользоваться. Но пока что, я думаю, не до этого, уже, возможно, ближе к лету что-то решим, там, что-то сделаем, уже будет больше улучшений, тогда насчет рангов будем уже что-то думать. Я надеюсь, реально на вашу, кстати, поддержочку, то есть, первая форма такая открытая будет, я думаю, суета на стриме. Можно будет на ВЧ бегать, КАМАЗы грабить, может быть, еще что-то делать. Ну, короче, вы поняли. Будем делать вежуху вместе, будем делать суету на стримах, поэтому приходите, буду вас ждать. Все, всех обнял, приподнял. Всем пока-пока.